Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. И мы снова возвращаемся с вами на финансовый рынок, чтобы анализировать тот новостной фонд, который на них сложился. По традиции, давайте начнем с того, что интересно у нас сейчас на рынке мегаресурсов. Вы все прекрасно видели. Клоун вчерашнего дня 54.18. Сейчас актив торгуется с небольшим повышением 54.50. В целом, можно сказать, что на эйфории по факту достигнутого соглашения ОПЕК в прошлую среду, трейдеры продолжают активно скупать черное золото. Надеюсь, что те договоренности, которые были зафиксированы в формате сделки, станут первопричиной восстановления баланса между спросом и предложением. Локальный фактор поддержки, который также оказал свое влияние на котировки черного золота вчера, это ожидание, что к договоренностям ОПЕК присоединятся уже абсолютно официально и те регионы, которые не вхожи в эту организацию Ближневосточную. Прежде всего, здесь ставка делается на Россию. Ожидается то, что страны, не вхожие в ОПЕК, соберутся 10 декабря и также обсудят условия сделки. Я думаю, что не стоит уже сомневаться, что российская сторона также поддержит эти инициативы, поскольку уже было неоднократно отмечено, что если сделка действительно станет базисом взаимопонимания в рамках ОПЕК, то Россия будет готова полномерно сокращать производство и со своей стороны. Мы ожидаем с вами минус 300 тысяч на баррель в сутки по производству. В каком формате это? Либо коррекция текущих объемов, либо просто заморозка дальнейших инвестиционных проектов, пока не ясно. Но, наверное, в сути дела это не меняет. Позитивный момент, он есть позитивный. Поэтому черное золото как актив продолжает пользоваться спросом. Мы вчера с вами сделали локальную ставку крокосочного характера на то, что можно покупать его, даже несмотря на то, что мы переписываем вот уже 16-месячные АИ. В то же время есть и негативные факторы, они связаны с скепсисом по поводу того, что условия будут соблюдаться. Пока рано об этом говорить. Есть более рядовая статистика. Она предполагает увеличение добычи со стороны США как следствие роста нефтяных платформ и терминалов. Подсчитан Бейкерфьюз. Действительно, американские нефтяники указали завидную устойчивость снижению цен на нефть. Это же тогда, когда многие полагали, что производство является нерентабельным для сланцевых, опять же, производителей. Количество платформ неуклонно продолжало расти. Поэтому мы ждем добычи со стороны США. Не забываем про то, что в прошлую пятницу Еливия отметила, что как будто бы насло. Действительно, так же будет разгонять планку по производству и планирует довести ее практически до 1 миллиона баррелей в сутки. Можно сказать, что это тот самый фонд, который окажет нейтрализующее воздействие на факт сокращения со стороны ОПЕК. И можно говорить о том, что это, возможно, потенциально долгосрочный медвежий сигнал. Сегодня из статистики стоит отметить данные по запасам, которые выйдут, точнее даже не сегодня, а в ночь с вторника на среду в 20.00.30 по московскому времени. По версии Американского института нефти, я надеюсь, что мы получим локальный фактор давления, который вместе с техникой, которая уже давно сигнализирует о том, что нужно было уже корректировать бренд после такого ралли больше, чем на 15%. И я все-таки делаю ставку на то, что коррекция уже не за горами, но вот сейчас тотально процесс продажи не стоит. Лучше подождать, пока актив снизится гораздо ниже текущих значений, бы идеально проскопиться ниже 50.00. А вот для тех трейдеров, которые все еще хотят рисковать, как косочно, здесь стоит придерживаться прежнего тренда и ставить на дальнейший рост. Рубль против американцев 63.85. Если мы с вами настраиваемся уже на то, где закроем и завершим 2016 год, я думаю, что к концу декабря мы все-таки увидим более-менее оправданное давление на котировки черного золота. И все это вылится в соответствующий трейсинг на курс рубля. То есть девальвация, она вполне возможно продолжит оставаться тенденцией под конец, под закрытие года, как это было в прошлые два. Наша цель с вами так и остается на отметке 66 как минимум, но сначала ждем, чтобы пара прорвалась выше 65.00. Евро против американцев сейчас торгуется на уровне 1.07.55. Крайне, крайне, просто нелогичное поведение главного валютного риска, особенно тот новостной фонд, который сложился на площадках. Открыли мы, собственно, неделю серьезных распродаж европейской валюты, просели до минимума за последние, по-моему, больше, чем полтора года. Последний раз такую отметку мы вроде как наблюдали только в марте 2015 года. И реакция к евро, это реакция на последствия референдума, который прошел в минувшее воскресенье и факт отставки действующего премьер-министра Матео Ренци. Конечно же, сейчас очень много на рынке опасений, в частности, участники, трейдеры, инвесторы, оставят на то, что оставшись без правительства, по сути, Италия, может оказаться в условиях крайней политической нестабильности, что на фоне безумно просто серьезных проблем с дефицитом бюджета, соответственно, с долгом, который сейчас характерен для итальянских коммунтов, вообще может спровоцировать новую финансовую кризис и оказать, нанести сокрушительнейшую удар по банковскому сектору, который переживает, на мой взгляд, самые худшие времена за очень длительный период времени. Есть еще один риск, может быть, даже более серьезного порядка. Это риск связан с тем, что если в стране нет премьер-министра, значит, можно рассчитывать на скорое проведение досрочных выборов, и если они будут проведены, соответственно, к власти может прийти оппозиционная партия, движение Пятизвезд, которое известно тем, что выступает против Евро, против глобальной интеграции, членства Италии в рамках Европейского Союза. Если дело дойдет до такого исхода, такого сценария, мы, как трейдеры, будем готовиться с вами к еще одному референдуму, который будет уже более значительным форматом. У нас есть опыт и уже прецеденты, связанные с Брэйзитом, и мы понимаем, каким образом и каким последствием могут привести подобного рода потрясения. Риторический вопрос, где должна была котироваться европейская валюта по факту такого чрезмерного негатива? Конечно же, очень-очень на низких уровнях. При этом, вроде бы, как взятская сессия была логичная, но потом Евро не просто компенсировало все снижение, а выгодится даже в плюс. Текущую динамику стоит воспринимать как очень хорошую возможность, чтобы еще раз оценить весь фундамент и прийти к выводу, что текущее значение крайне комфортно для распродаж. Я надеюсь, что вы согласитесь со мной. Нужно делать ставку на снижение евро, особенно сейчас и особенно в преддверии заседания Европейского центрального банка, где мы с вами будем настраиваться на оправдание действия программы количественного смягчения. Это невзирая еще на тот макроэкономический фон и тот фундаментальный посыл негативного для евро характера, который основан еще на контрасте политик и на разнице расхажения с предоходностью американской прежести и европейских, так же, боковых бумаг. Ставим на снижение евро, как и раньше. Доллар и японская иена котируются на отметке 113.83. Вчера мы практически снова добрались до сопротивления 115. Уже начали почесывать руки. Но вот доллар снова поступился, свалился больше, чем на фигуру. И все равно закрыл, конечно же, сессию против иены в плюсе, но не на том уровне, в котором бы хотелось, или сейчас. В то же время, если посмотреть на текущую азиатскую сессию, видим то, что доллар старательно сейчас пытается снова пробиться через сопротивление 114. Я надеюсь, что ему будут говорить в этом не только поддержка со стороны фундамента, но и наше основное усилие, опять же, основное на том, что мы продолжаем покупать американцев. Вчера из новостных о событии стоит отметить индекс деловой активности и 7 в сфере услуг. Прекрасный отчет 57.2 против прошлого 54.8. Отличная статистика, которая доказывает, что все сферы американской экономики сейчас находятся на подъеме. В сфере услуг охватывает больше 70% экономического роста. Понятно, что, исходя из таких цифр, мы смело можем рассчитывать на то, что закрытие 2016 года может произойти даже выше отметки 52% по экономическому расширению. Все это выводит нас на долгожданное событие повышения процентной ставки, то есть событие, которое состоится уже 14 декабря. Ждем этот фундамент, ждем это решение и ждем пару долларов японского иена выше отметки 115. В идеале бы до конца этой недели даже протестировать открытие 116 иен против американцев. Вчерашние комментарии представителей Дадли, Эванса и Булларда в целом носили жесткий подтекст и признание того факта, что американская экономика на подъеме. Я думаю, что детально останавливаться дальше на комментариях и тезисах поступлений не будем, поскольку посыл он ясен. Это жесткие представители по риторике, конечно же, которые не изменяют своим взглядом и по-прежнему настраивают нас как оптимистов в отношении доллара на неизменности прежних сделок, предполагающих покупку американцев против буквально всех конкурентов. Фунт против американцев котировки сейчас 1,2745. Мы знаем то, что на этой неделе идет, собственно, рассмотрение в Верховном суде Великобритании апелляции правительства по поводу процедуры Брекзита. Сегодня, завтра, послезавтра и, ну да, вроде бы как до конца недели решение уже должно быть озвучено. Это говорит о том, что на рынке сейчас в отношении фунта есть фундаментальная бомба, которая по факту озвученного решения может спровоцировать настоящее полноценное ралли. Я надеюсь, что это как раз тот самый искомый для нас и нами триггер, который будет предполагать ослабление фунта и возвращение ниже отметки 1,25. Но пока мы с вами обращаем внимание на статистику, а мы в целом очень даже ничего. Индекс активности в сфере услуг 55,2 с 54,5. Хорошая цифра, которая указывает на то, что макроэкономическая картина гораздо лучше, чем прогнозировали многие. Но из-за, опять же, инцидента Брекзита и последствий никак у меня не хватает решительности купить эту пару. Поэтому я не буду вам обозначать возможность подобной сделки. Просто предлагаю дальше рассматривать и искать уровни для продажи фунта. Пока что не стоит залазить даже в продажные сделки до тех пор, пока мы не приблизимся, точнее, даже не окажемся ниже отметки 1,26. Вчерашний комментарий Кабни, председателя Банка Англии, указывает на то, что отсутствие доступа к единому европейскому рынку – это крайне трагические, собственно, последствия Брекзита. Но оно очень вероятно. И Англия, как ни крути, даже при самых оптимистичных прогнозах и сценариях, вынуждена будет потерять не меньше 1% по экономическому восстановлению в ближайшие несколько лет. Австралийцы против доллара котируются сейчас на отметке 0,7452. Мы видим то, что, несмотря на восстановление вчерашнего дня, сейчас австралийцы находятся под давлением. И здесь, спасибо, стоит сказать, ставки Резервного банка Австралии, она, в принципе, осталась неизменной на прежнем уровне 1,5%. Но вот в ходе сопроводительного заявления, которое было сделано после этого, стало ясно, что дорогой австралийц по-прежнему не совсем, скажем, благоволит дальнейшему увеличению росту экономических индикаторов и экономического восстановления Австралии. В частности, руководство Резервного банка Австралии сделало факт и ставку на то, что в ближайшее время, в случае, если инфекционные ожидания не приблизятся к прежней цели 2%, Резервный банк Австралии будет снова рассматривать возможности коррекции процентных ставок. Я еще делаю, опять же, большую ставку на заточный отчет по ОВП Австралии. По даже самым скромным подсчетам, австралийский регион по итогам прошлого квартала из-за тех трендов, которые сложились на глобальном рынке сырьевых активов, исходя из ситуации, которая складывается в Китае, может показать даже отрицательный темп экономического восстановления. Поэтому, если завтра мы увидим, к примеру, квартальный показатель минус 0,1% или минус 0,5%, это то, что станет причиной серьезного давления на австралиица. Поэтому и эту неделю мы рискуем завершить у пары AUTUSD ниже отметки 0,73. По новозеландцу картина в целом не меняется. По доллару канадцы сейчас котировки у нас находятся на отметке 1,3270. Это 8. Здесь, вроде бы, как мы говорили, что в случае пробоя поддержки 1,33 стоит выйти из этой пары. Действительно, это так. Мы сейчас следим за данными по торговому балансу, которые будут опубликованы по Канаде сегодня. Вы помните, что последние показатели ОВП были очень хорошими, и мы сделали ставку на то, что это причина, опять же, восстановления экспортных поставок из Альберта и Медосырье. Поэтому в этот раз мы можем рассчитывать на очень хороший отчет по экспорту и, соответственно, на поддержку для канадца. Но эта поддержка вряд ли будет длиться очень долгое время. Я считаю, что уже к концу этой недели мы снова вернемся выше уровня 1,33 и будем снова искать возможности для покупки доллара, который имеет основание для роста против канадской валюты. Из важных событий сегодняшнего дня стоит сделать акцент на данные по ОВП Еврозоны. 13.00 выйдет эта статистика. В 16.30 нас ожидает статистика по торговому балансу Канады, как я уже отметил, и в 18.00 производственные заказы США. Здесь снова ждем хорошую цифру по американской статистике и ждем поддержку для доллара. Надеемся, что сегодня-завтра пара все-таки прибьется к сопротивлению 115. Также я хотел отметить то, что американский фондовый индекс S&P продолжает расти, как мы с вами отмечали. Я думаю, что у этого индикатора есть потенциал роста еще не меньше 10%. И нужно понимать то, что сейчас очень много обстоятельств, которые позволяют, собственно, трейдерам покупать этот актив и делать ставку именно на сохранение растущих тенденций. Почему? Потому что политика Трампа через ожидание реформирования системы корпоративного налогообложения вкупе с колоссальным проектом, который будет направлен на развитие инфраструктурных проектов, по сути, может обеспечить заказами промышленности на несколько лет вперед. Выиграют они также от снижения налогов. И еще стоит, опять же, не стоит забывать про тот рост, который сейчас скоротелен для нефтянки, что, соответственно, поддерживает инвестический сектор, на который приходится также приличная доля американского фондового рынка. Поэтому снижение продолжаем покупать. Уверен, что сможем добраться до отметки 2300. Что касается золота, как и полагали, сильный доллар оказывает давление на драгметаллы. Потому что золото сейчас явно не пользуется спросом, тогда, когда очень много можно заработать на прочих рисковых активах. Собственно, на этом все. Осталось только обозначить кодовое слово. С огромным удовольствием это сделал. Но буквально с последнего дня, если вы следите за новостями нашей компании, мы запустили акцию на пополнение. Это новогодняя акция, которая актуальна на протяжении всего месяца. Поэтому те бонусы, которые анонсировала Хайя, абсолютно не конкурентоспособны с текущей ставкой бонуса на пополнение, которая составляет 2017. У вас есть отличная возможность, чтобы повысить покупательскую способность ваших депозитов. Тем более, что текущий месяц у нас обещают быть, возможно, самым волатильным за весь год. И я думаю, что вы это все прекрасно понимаете. Поэтому давайте тогда заканчивать. Не забывайте о том, что все вопросы, которые у вас есть, вы можете задать на нашем официальном канале на YouTube. Не забывайте оставлять ваши комментарии, ставить лайки, которые имеют огромное значение. Ну и те, кто не подписался, обязательно сделайте это. Хорошей вам торговой сессии, попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго вам. До свидания.